Что такое скобка Кауфмана и как из нее построить инвариант Джонса. Здесь специально нарисован 8 раз один и тот же узел. Пожалуйста, проверьте, что действительно везде устроено так. Вот здесь он входит сверху, потом снизу, потом опять сверху. Везде так, все хотят. Я сейчас конкретно для листиков, которые я сюда дожил, напишу, что такое выражение Кауфмана. Или эстетическая сумма, если угодно. Договоримся, что если нарисована ось абсцисс, то ось ординат будет проходить под ней положительное высечение. Первый и третий квадрант, а другие две области будут снабжаться в руках. Согласитесь, это тоже вполне естественная штука. Потому что, как мы привыкли, когда есть оси координат, то верхний квадрант, где обе координаты положительные, значит, это самое важное значение. Ну вот, замечательно. Теперь, соответственно, что такое отрицательное пересечение? Понятно, что такое. Это когда ось координат прошла таки натром. Это будет со знаком длиннее. Так, замечательно. В каждой из точек пересечения, для того, чтобы построить выражение Кауфмана, по-русски его принято писать вот так. Кауфман. Если я нарисую вот такую узорку, то она пройдет в положительном, где А или она будет типа Б. Как вы считаете? Б. А? Если идешь по верхней линии, если идешь по верхней линии, то при движении А остается где? Справа. Согласны? Когда идешь по верхней линии, а остается справа. Кстати, когда идешь отсюда-сюда, А тоже справа. Отлично. Итак, если мы идем по верхней линии, то ответ Б. Правда? Сказать. Б или не Б? Б. Б. Замечательно. Давайте я начну с того, чтобы Б. и прохожу по всем этими местам, и везде бежу. Хорошо. Наверное, вы уже догадались, что я сейчас здесь напишу какую-нибудь А. Я смотрю сюда и говорю, что когда я иду, то справа от меня область А. А если я вот так делаю, то я пишу сюда А. Сюда я пишу А. То так, да? Теперь я сюда пишу В. И сюда пишу В. Надо представлять себе, это как такие удары на жопу. Я вот или это в латинке. И теперь надо то же самое сделать здесь. Здесь я делаю АА. Здесь. Когда идешь справа, в область А. Поэтому, если я вот здесь поставлю, то здесь будет А. Соответственно, если я вот здесь поставлю, то будет. Так. Хорошо. Здесь будет А. Здесь будет В. И там тоже это самое. Здесь будет А. Здесь будет В. 8 картинок с проставленными. Ажуру из 5 картинок превратить в... Считается, что это непреодолимая плотина. А что значит, что это непреодолимая плотина? Это значит вот так. Согласны? И так. Так. Так, ребята, только мне лень на всех этих картинках так проходить. Потому что меня интересует, сколько получается компонентов на это. Посмотрите, так. Ты идешь по этой штуке, отражаешься, идешь, 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 идешь. Видно, что получилось на самом деле одновременно. Здесь пишу число эти. Так. Теперь давайте смотреть здесь. Вот здесь вот раз компонент. Видели? А вот это вторая компонент. Согласны? Понятно? Понятно. Вот так вот идет. Теперь могу нарисовать. Ну, видно, да? Одна и вторая. Здесь две компоненты. Так, здесь сколько? Раз компонента. Две. Мне очень интересует качество компонентов. Так, здесь сколько? Три. Три. Две. Две. Да, видите, да? Вот это вот одна внутренняя. И здесь вот эта вторая. Господа, инструкция, как я делаю, называется циклы ЗИК. ЗИК, это математик, замечательный математик 20 века, который понял, что при изучении узлов полезны вот такого типа штуки, когда вы на диаграмме присовываете. Так, а потом пошла сюда, сюда. Слушай, ну здесь вообще одна. Правда? Одна внутренняя. Так, здесь сколько? Два. Да? Так, здесь она вот так идет. Здесь так, так. Тоже одна. Так, и последний вопрос. Здесь сколько? Две. Здесь вот это вот так, вот так, раз. И там вторая. Правда? Отлично. Так вот, господа, сейчас я выписываю очень простый образ, совершенно гениальное образование, которое называется Сумма Каус. Я специально написал все узел картинок, чтобы вы поняли, что это что-то значит на уровне первого класса. Ну, конечно, если узок большой, скажем, 10 пересечений, то будет не 8 картинок, а 1024. Но на компьютере это сделано проблемой, правда? Правда? Да. Вот. Программа пишется там. Вот. Поэтому подсчет и сумма каус на компьютере абсолютно не является проблемой. А для того, чтобы понять, что это такое, абсолютно достаточно для этих разных картинок. Значит, господа, сейчас будет выражение устроено в следующий вопрос. Если здесь две буквы А, то я пишу А в квадрате. Одна буквы В, я пишу В. Здесь единица, значит, я ничего не пишу. Дальше, здесь я пишу А, В в квадрате и пишу в пункт С. То есть принцип такой, у меня С будет в степени на единицу меньше, чем вот это число. А столько, сколько, ну, в такой степени, сколько, ну, А, В тоже в той степени, сколько, сколько, ну, В. Замечательно. Вот это будет А, В в квадрате С. А, В в квадрате С. Вот это будет В в квадрате С в квадрате. Недолго осталось. А в квадрате С. Вот это выражение А в квадрате В. Здесь будет А в квадрате В. Так, и, наконец, здесь А в квадрате С. Вот и все. Господа, я на самом деле не хочу сейчас дальше ничего, никаких примеров избирать. Потому что мне кажется, что этого примера нам абсолютно достаточна для того, чтобы понять, как я делаю. Словами его повторяю. Если есть любое зацепление, между прочим, совершенно не обязательно это должен быть узким. Может быть несколько компонентов связанных с тем, просто на плоскость туда будет нарисована любая диаграмма. Вы должны знать вот эту картину. Между прочим, здесь даже не важно, что стрелочек. Можно эту картину нарисовать даже без всяких стрелочек. Просто, если у вас есть линия, проходящая сверху и линия, проходящая снизу, то мы договариваемся, что положительным является то, что мы видим справа, когда идем по верхней линии. То есть, вот это будет у меня называться зона А, а это будет называться зона Б. И вы в каждой точке пересечения один из двух возможных способов ставите либо А, либо Б, как в виде плотины. После этого у вас получаются вот такие, вот считывайте количество компонентов. И, соответственно, берете выражение вида, сколько там А в такой степени, сколько Б в такой степени, и С в степени на единицу меньше, чем количество. Все понятно? Если никаких пересечений вообще нет, скажите, пожалуйста, чему в таком случае будет равна сумма К? Нулю. Единица. Да? Единица, конечно. А дело в том, что это же речь о произведениях. А в математике принято считать, что когда в произведении нет никаких множителей, то оно равно единице. Ну, хотите, можете считать просто это добавление предъявления. Если у нас вообще ничего нет, то есть если есть просто окружность, то в таком случае мы считаем, что сумма Кауна-Кауна-Кауна-Кауна-Кауна-Кауна-Кауна. Спасибо. Спасибо. Спасибо.